друзья привет сегодня снимаю азео 12 делений у него полная батарея пришла с японии я думаю вы первое видео с зео который проехал 67 километров на 8 палочках я думаю вы уже видели здесь у нас азео здесь рестайлинг здесь перенастроили компьютер здесь перенастроили батарею электромоторы эта машина не заявляют едет больше с завода тем более здесь полная батарея будет очень интересно напоминаю тест происходит в владивостоке это достаточно холмистый город весь состоящий из сопок постоянно подъем и спуски и соответственно в горочку у вас машина тратит больше заряда если вы живете в ровном городе с ровной местностью то посмотрев это видео и допустим я не проеду 120 как новичок который не умеет ездить на электрокаре то своем городе с ровной поверхностью вы проедете я уверен больше но может быть плюс 15 километров плюс даже 20 километров все в зависимости от равнины в вашем городе меня не получилось за вчерашний вечер снять полностью разрядку этого лиф поэтому я перенес на сегодня на следующий день вот и сниму это за два за два присеста за два присеста за два дня можете не сомневаться в том то что я снимаю эту машину на одной зарядке потому что я бы мог бы конечно где-то его подзарядить и показать вам то что эта машина проезжает 140 150 километров на одном зарядке но я не буду этого делать потому что у нас все таки канал про честность про честные автомобили из японии поэтому зо проехал предыдущий рестайлинг проехал 67 километров сколько этот проедет я также покажу честно проедет всего лишь 80 покажу 8 не буду подзаряжать не буду обманывать наших подписчиков для справки я езжу 30 километров в час даже быстрее чем некоторые автобусы но все равно весь поток едет быстрее меня я еду в крайне правой полосе везде и все меня обгоняют вот по центру города еду 42 километра сейчас еду отпустил педали еду с горки и у меня машина все-таки едет с одной скоростью на не разгоняется и практически я думаю даже немножко останавливаться то есть рекуперация очень сильно тем самым позволяет мне где-то даже подзаряжать было 115 стало 117 то есть я вот этой горки даже все прибавил два километра вот где-то отпустил педаль где-то нажал я думаю все-таки люди которые умеют есть на этих автомобилях они будут выжимать больше потому что взял люди писали то что да там есть особая наука управление этими автомобилями где-то с горки полностью отпустил педаль где-то не полностью вот тем самым они себе еще продлевают жизнь одного заряда примерно на 10-15 процентов хорошие результаты поехал лифт в такси максим я в шоке вообще сколько он проезжает в день он наверное работает часа четыре встает на зарядку и продолжает работать потому что я не знаю как он вообще зарабатывает деньги потому что но эта машина очень быстро разряжается если у него еще и до рестайлинг зо вот он посмотрите лифт за аракалиной такси это владивосток детка здесь электрокары так друзья сейчас ко мне подъедет и соли в голубой и он повезет меня далековато другой район сейчас спросил еще как у человека таксующего на лифе вообще как в батарее как а в его модели будет интересно друзья сразу хочу сказать вам про то про комфорт лифа кто еще до сих пор не видел наши обзоры не видел обзор на ю тубе это очень комфортная машина я сейчас сюда сел с крауна у которого 18 колеса жесткие стойки и я просто еду вообще просто как будто я на воздушной подушке очень мягко он такой прям амортизирует вообще все можно даже попасть на люк и от этого вот ты так не скручиваешься потому что на крауне ты попадаешь какую-то неровности у тебя вообще вся машина ну вообще стойки пробивает караул здесь в лифе вообще все комфортно все хорошо прям приятно есть поэтому покупая электрокар вы еще и покупайте комфорт так друзья ну что у нас 20 километров почти олив не разряжается вот и я честно говоря уже но так уже думаю куда кататься где его разряжать уже вроде все дела сделал в воскресный день поэтому ну что я думаю за город махнуть посмотреть блин уши такие вот честно говоря вот у лифы не очень маленькие такие махнуть за город до разрядить его ну пока я вижу 20 километров упала две палки хороший результат пока очень хорош пока за 112 километров еще можем проехать но это навряд ли но 120 что-то я уже думаю я не проеду хотя бы проехать бы сотню уже в день вижу наверное 5 6 7 лифа прям очень много машин ну видно когда садишься за какую-то модель автомобилей сразу начинаешь видеть эту модель в городе очень много лифов к сожалению непонятно за азе а либо это 30 киловаттный лиф а так было бы интересно на чем еще народ владивостоке передвигается на каких электричках конкретно если бы у меня была подземная парковка в доме то я бы на россии взял бы лифу потому что я живу в двух минутах езды от офиса и еще в принципе мне 100 километров мне вообще хватит на два дня наверно даже больше если даже по делам а то спортзал там так далее но у меня в доме подземная парковка стоит очень и очень много денег и аренда ее тоже стоит денег поэтому эксплуатация лифа не вариант но еще и поехать другой город и не сможешь потому что не зарядишься нигде либо там надо искать это розетку общем геморг конкретный а еще лифы знаете они палят розетки они так как они но я не знаю я не электрик в общем они слабую проводку и слабую розетку они вам ее просто расплавят и вообще возможен даже пожар поэтому вся подготовительная вот это вот кухня под зарядку лифа у вас должны быть сильные провода сильная розетка не должно быть каких-то слабых зон в цепи в электрической цепи к сожалению электрик не знаю не разберусь что там это там всякое сопротивление там и прочее в общем просто вам спалить лиф все дешевые китайские провода привет друзья уже третий день как я пытаюсь разрядить лифа я просто столько дел не было в эти дни вот поэтому продолжаю снимать а за его как его разряжаем и так утро смотрите что мне нравится вообще не надо греть то есть гибрид еще надо чуть-чуть чтобы он помаслал там мотором поднял масло здесь все мы готовы ехать просто включаем заднюю и поехали . всю ночь стояла пусть сейчас и не зима да хотя и была бы зима ничего это не меняет все равно не пришлось бы его греть вот в этом конечно очень неоспоримый плюс электрокара нету частей которые надо смазывать маслом электромотор не имеет какой-то смазки и прочего вот это очень большой плюс друзья если вы хотите прикупить себе элитный электрокар это будет тесла то я вам могу предложить эти автомобили с японии это будут модели с и x они есть как с правым рулем так и с левым рулем с левым рулем все-таки подороже потому что на аукционах сидит весь мир и если какая-то страна какой-то житель страны куда ходят корабли из японии паромы с автомобилями видит модель тесла любую sx он на левом руле он ее может купить себе растаможить ее в своем государстве ездить потому что далеко не во всех странах есть официалы тесла в россии она также не продается официально их также везут новыми либо чуть-чуть был с америки с европы в общем они попадают также как это называют серый импорт люди растаможенные физиков люди сами себе их везут и выставляют своих салонах и продаются наценкой вы можете заказать себе теслу через нашу компанию напрямую из японии есть варианты с пробегом 5000 есть варианты с пробегом одна тысяча а есть варианты с пробегом 45000 такие машины подешевле но не думайте то что вам тесто выйдет на 500 на миллион рублей дешевле чем они продаются в рф нет но цена будет либо такая же но за меньший пробег либо у вас будет цена ниже там на 200 на 300 тысяч рублей это с учетом даже доставки ваш город если вам интересно дорогая машина электрокар тесла с либо x-модель звоните на что мне еще очень нравится в электрокаре это то что ты не чувствуешь обычного тяги от бензинового мотора то есть тут как бы все как-то по-другому есть педалька нету рычащего мотора вот очень такое необычное но приятное чувство вот серьезно я думаю лифоводы может быть и кто-то стесла смотрит нас было бы приятно они подтвердят что очень такое необычное интересное ощущение от езды на этом автомобиле она приятная я знаю то что вот если мне надо сделать маневр оказаться вон там я просто нажму педаль и даже пипетка nissan лиф улетит быстрее чем вот этот альфар 3 5 леворукий потому что момент у электрокара очень высокий друзья еще знаете что хочу сказать про ликвидность электрокаров некоторые боятся брать в регион электрокара и горяда я его не продам у себя там ну мало того правый руль еще электрокар там типа в нашем регионе там катается парочка и там что-то люди не по ним не особо фанатеют а я вам скажу так в моем родном городе маленьком у меня корешок привез сашка привет привез себе электрокара зо то есть самую первую модель и он ему там чуть не понравилось ему не хватало километров в день он там что-то тоже там вроде 70 80 проезжал на нем и он его продал просто за один день мужик взял в деревню покататься по деревне ездить на свою электростанцию то есть у него там и зарядка везде на работе бесплатно вот проезжать там 70 километров в день он его купил за первый день смотрите в россии у людей по поводу дорогого бензина так бомбит вот но реально вот эти кто-то там давайте не будем сегодня покупать бензин на всех заправках устроим им там день в минусе там всем заправщикам вот в общем у людей так бомбит и в каком бы мухосранске вы не продавали праворутий лиф у вас его купят я уверен на все сто процентов это очень ликвидные машины люди у которых бомбит по поводу стоимости бензины которые реально хотят экономить на заправке своего автомобиля они ищут варианты вообще его не заправлять и это электро к это nissan лифт поэтому даже если вы покупаете зал даже если ваша машина в день проезжает всего лишь там 70 километров вы ее продадите на нее будет спрос в любом городе россии я уже сделал почти все дела а у меня еще где-то процентов 60 заряда 51 километр вот и в общем чтобы его разрядить уже даже не знаю куда ехать будущее просто кататься по городу будний день понедельник попробую разрядить его в течение там ну хотя бы час полутора посмотрим делаю ставку что проедет где-то наверное 120 километров посмотрим проверим друзья показываю вам еще одного лифа вот просто в день встречаю где-то наверное по 5 по 7 штук этих автомобилей непонятно что это за липс его за сколько интересно пообщаться бы вообще с ним сколько он проходит как управляет своим лифом но не буду же моргать сигнале дружище остановись расскажи мне про лифа я тут с дела смотрите еду но тут угол такой хороший и вот у меня лиф вот он есть с горы но он теряет скорость вот 66 65 я вообще не давлю педали то есть рекуперация намного сильнее чем за реально они не просто написали на бумаге то что они изменили систему рекуперации по факту да она здесь вообще другая и она сохраняет нам километры даже подзаряжает больших горок электробатареи посмотрите на владивосток с моста на русский остров постоянно какие-то корабли там тоже вот большие контейнеровозы в общем город конечно из-за моря но вообще другое не похож не на любой другой не новосибирск не на хабаров с ней на екатеринбург и прочие города море конечно же владивостоку дает свою атмосферу центр дальнего востока ребята как у меня еще 50 процентов батареи мне еще ездить и езди я думаю сверну-ка я на гравичку посмотрю как эта машина едет по гравике но смотрите она такая без бугров как бы просто ровная но гравика так я еду 40 километров и у меня вообще комфорт машине я как бы слышу там камни летающего я еду комфортно здесь я бы честно говоря бы даже поехал бы где-то 50 бы вот но просто мы же замеряем сколько проедет лиф поэтому я не буду карцевать по гравике на лифе вы сможете ездить вообще без проблем и еще если вы думаете то что здесь какая-то ходовая там у него там сложная эти автомобили у них вся подвеска взаимозаменяемая что-то от титы подходит что-то от жука с других моделей вы какие-то рычаги там и прочие линки это все подходит у него есть какие-то элементы которые есть только в лифах то есть они уникальны но этих лифам уже во владивостоке в разбор вообще целая гора поэтому просто звоните на разборку у кого есть лифы и горите ребят мне нужно то-то 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 еще все разборки отправляют транспортными компаний в любой город россии поэтому запчастями с ходовой вообще нету проблем в остальном уже эта машина не ломается электромотор не ломается батарея ну там вы не будете я думаю меня за период эксплуатации под вами вот в общем поэтому эта машина реально не ломается и ходовая у нее простая но в то же время отрабатывает замечательно гравит я идет 85 километр пробега лифа я просто езжу слушаю аудио книгу а это электрическая скотина вообще не хочет разряжаться и он так скажу ну как бы не знаю даже я уже заглядываю наперед и думаю то что он про ей больше 120 километров вот в общем на самом деле понедельник рабочий день директор компании есть на лифе разряжает он не мне уже интересно и мне показать людям которые хотят все таки раздумываю то что купить ли им лифа сколько он пробежит я вот хочу ответить на вопрос это для людей и сделать им добро не обязательно даже с японии пусть они лифа купят у соседа вот только обязательно проверяйте лифы спай как она программа спай плюс или как называть спай лифт вот чтобы вас по пробегу и по палочкам не обманули ребят будьте внимательны нужно так лишь купить в японии почти 110 километров просто езжу вообще вообще но не хочет не хочет быстро разряжаться золото не машина да 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 30 километров и загорелась индикация что пора нам на зарядку наконец-то это что на данный момент 118 километров 29 километров хода показывает запас две палочки деление вот поэтому пропускаем основной поток едем вот с такими рудовозами вот ну что пробуем дотянуть до стоянки это примерно 20 километров и это уже будет 140 километров если он доедет до стоянки в общем ну что олив радует вот лиф радует прям вот этот зелу 2 а зелу 12 делений прям хорош друзья лифоводы вам секрет чтобы не включать музыку и вообще ехать там с музыкой с аудиокнигой купите себе наушники и просто есть и в наушниках я слышу что происходит за пределами автомобиля слышу проезжающей машины я слушаю у него книгу и разряжаю музыка и вот этот свой лиф вообще лайфхак скажите спасибо поставьте лайк последняя палочка 19 километров заряд скорость примерно под 80 135 километров я уже проехал 140 точно закрою даже попробую 150 друзья горела 19 километров но резко 19 метров пропала и он пишет черночки это видно чтобы все-таки пользователи понимали то что тачка практически на этапе вообще то что остановится это что тебе чувак надо ехать на зарядку и он выбирает мне километры прогнозируемые вот и едет на зарядку дружище заряжайся вот ну что 140 километров нам еще ехать и ехать осталось чуть-чуть не перематывайте посмотрите сколько проедет лифт азео 12 палочек у меня пропали все палочки даже последние вот я еду на вообще святом духе 148 километров вот но я уверен что это тяну посмотрите у меня сейчас 5 елка вырастет я вообще просто красавчик вообще мастер лифт вырастил 5 елок да 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 151 километр карл на электромобили 151 километр друзья ну что 5 елочек 151 километр полностью разряженный лифт азео друзья в общем смотрите вывод какой нужно брать лифт а все-таки с максимальным количеством делений и не обязательно что маленький пробег а это равно очень живая батарея потому что батарею можно убить быстрыми зарядками и даже пробег 25 тысяч 30 тысяч у вас там 9 палок 8 палок вот в общем смотрите 8 палок было на за он проехал 67 километров маловато но такой остаток здесь 12 палочек азео здесь по-другому перенастроена вообще вся электроника всего автомобиля как он едет как он двигается как он разряжает батарею как рекуперация происходит это зарядка от езды накатом и торможение и у нас просто отличный результат 151 151 километр это я не умею ездить на них я уверен лифовод который на опыте он еще бы наверное выжил бы километров 10-15 ребят напишите внизу ваше мнение вообще стоит ли отдавать 600 тысяч примерно за 12 делений они дороговато стоят у нас еще комплектация с подогревами и передних сидений и задних в общем ну такая достаточно жирная стоит ли отдавать 600 тысяч рублей за полную батарейку либо можно отдать где-то азео начинается от 500 тысяч рублей там будет примерно 8-9 палок то есть что для вас более важно все-таки наличие палочек либо цена за электрокар зео начинается от 330 тысяч рублей это тоже 8-9 палочек зео с полными палками будет стоить наверное 420 430 тысяч рублей но вся информация по нему в чем различие между этими автомобилями у нас видео уже на канале вот поставьте лайк подпишитесь на канал все что японское все что без пробега у нас будет все на канале ребят пока да да мы доедем А у вас модель лифа какая? Зео или Зео? На сколько хватает километров? Ну вот, знаете как ехать? Я ездил на дачу в Кипарисово, 70 километров от дома. Туда он меня почти всю батарею стратил. Да. Вот обратно ехали, ну процентов 70. Там остаток еще такой нормальный, но лучше километров от 20-30. А у вас сколько делений? 9. А как таксуете вообще? Ну там я не знаю, там проехали там грубо говоря там 60-70 километров и все на зарядку? Да, в нем даже меньше пройду, по городу меньше. То есть я там ехал прям супер-супер экономно. Ага. Я это считаю, ну дорога практически она ровная. Там склоны, эти подъемы, они не знания. Ага. Ну я так сработаю. Если основная работаешь, то отрабатываешь. 40 километров я прохожу. Домой приезжаю, но у меня остаток где-то, ну, километров 20-30 остается. Ну, показываю. Ага. А мы тоже тачки с Японии возим. И вот сейчас два лифа было, и просто у нас все клиенты спрашивают, ну, кто хочет лифа, у кого нет еще опыта. Они спрашивают, сколько по факту едет. Вот. И у нас был Зео, такой же как у вас, голубой прям. Но у него 8 делений. Вот. Я на нем катался 67 километров, прям в ноль разряженный. 67 всего лишь проехал. Без печки, без фар, вообще без всего. Вот. Ну, он самый дешевый там, один из самых дешевых. Вот. А получается, АЗео, которая вторая модель, у него система рекуперации уже по-другому, у него электромотор по-другому настроен. Вот. Что там у него еще? Ну, печка, это фены. Я, получается, ездил без печки, без фар. Ну, вообще, у меня все было выключено. АЗео? Да, 12 палок, то есть максимум. Максимальный остаток батареи, да. А, вот сколько максимум? Ну, 12 палочек. А, да. Я проехал 150. Я прям устал кататься. АЗео? АЗео. АЗео. Да. Вот. То есть, короче, вся сила в палочках. Не в пробеге. То есть, потому что, мне кажется, они убивают... Японцы еще бывают, смотришь, пробег 30, а уже там 9 палочек, допустим. Мне кажется, они убивают быстрой зарядкой батареи. У них-то там... Ну, температура высокой убивается. Лучше брать машину на севере. Угу. Там, где климат похолоднее, батарея убивается именно теплотой. То есть, зарядом теплая вреда. Батарея горячая. Ага. Ну, ты еще заряжаешь ее. А еще, если на быстрой зарядке, сама батарея же греется еще за счет этого. Угу. Угу. Умирает батарея быстрее. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар». Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова